Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! Я рада приветствовать вас на канале Истории Судеб. И вот наша история на сегодня. Ксюша была влюблена в своего мужа Вадима по уши. Такой красивый, брутальный мужчина, уверенный в себе, сильный. Ну как тут устоять? Ну, она и не устояла. Смотрела на него и не могла насмотреться. Слушала и не могла наслушаться. Все, что он ей говорил, ей казалось таким умным, правильным и логичным. Он приводил просто железобетонные аргументы, всегда все объяснял и раскладывал по полочкам. Я прав на том простом основании, что я мужчина. И Ксюша соглашалась. Ну, конечно, ты, безусловно, прав. Вадим был для нее олицетворением тех мужчин, о которых она читала в любовных романах, суровых, немногословных, но таких надежных, «Смотри на дела, а не на слова», — говорила ее мама, и Ксюша была с ней полностью согласна. Если человек умеет брать ответственность не только за себя самого, но и за свою женщину, а в перспективе из-за своих детей, то что еще нужно? Ксюша хотела быть замужем. В семье должен быть главным только мужчина. И, конечно же, его надо слушаться. Эта женщина может что-то брякнуть под настроение или из-за каких-то капризов, а мужчина сто раз подумает, прежде чем принять какое-то решение, что-то запретить или разрешить. Тем более, как уже говорилось, Вадим никогда не запрещал Ксюше ничего просто так. Он ведь не самодур какой-то. Жену уважает. «Я считаю, ты не должна это делать потому-то и потому-то», — подробно объяснял он. И Ксюша понимала, а ведь он прав. Он прав. Она не учитывала эти детали, считала их мелкими, незначительными, неважными, а он все продумал, и Ксюша делала так, как говорит муж. Кстати, прямых запретов было не так уж и много. Вадим запретил ей заниматься в тренажерном зале. «Ты замужняя женщина. Это просто неприлично, когда чужие мужики на тебя пялятся. Тем более, ты то приседаешь, то наклоняешься. Одежда у тебя облегающая. Нет, если ты хочешь заниматься спортом, пожалуйста, будем бегать вместе». Ксюша бегать ненавидела с детства, но с доводами мужа согласилась. В зал больше не ходила. Также он запретил встречаться с кем-либо без него. «Я знаю, что женщины обсуждают на своих посиделках, или мужьям косточки перемывают, или рассказывают, какие мужики козлы. Ну и зачем это надо? Развиваться надо, а не деградировать. Такие посиделки – пустая трата времени и путь вниз. Я против». Ксюша поразмыслила и над этими словами мужа. А ведь он и тут прав. Конечно, ей было приятно пообщаться с подружками, обсудить косметику, моду и кино. Это был отдых, беседа о пустяках. Ну да, о мужчинах тоже говорили иногда, но полезной информации было мало. Поэтому Ксюша теперь общалась с подружками лишь в интернете, и то, когда Вадима не было рядом. И третьим запретом, таким же логически обоснованным, Вадимом стал запрет выхода на работу после декрета. Их сыну Пашеньке уже было три года. Он ходил в садик, и адаптация у него прошла отлично, без постоянных болезней. Однако Вадим взял в руки бумагу и калькулятор и четко расписал Ксюше, что выгода от ее выхода на работу минимальна, а вот времени на хозяйство, мужа и сына у нее будет гораздо меньше, что неприятно. «Мы что, бедствуем?» спросил он. И Ксюша должна была признать, что нет. Еда, квартира, машина, отпуск два раза в год на все хватает доходов Вадима. Как другим женщинам на новые сапоги или комбинезон для сына выпрашивать не приходится. За все три года декрета Вадим ни разу не упрекнул жену, что работает один, что тоже немаловажно. «Но мне психологически тяжело», попробовала в этот раз возразить Ксюше. «Я экстраверт. Мне нужно общение с другими людьми. Я задыхаюсь. Раньше я хоть на работе могла поговорить. Три года дома сижу. Я устала. Милая, но у тебя ведь есть я. Что, тебе мало общения со мной?» удивился Вадим. «У тебя есть ребенок. Тебе мало общения с ребенком? К тому же ты водишь его в детский сад. Там есть воспитательница и другие мамы. Ты можешь общаться с ними. Ты водишь сына в поликлинику. И можешь пообщаться с врачами. Хочешь, его на дополнительные занятия запишем. Или в спортивную секцию. И ему хорошо. И тебе новые знакомые». И снова Ксюша должна была признать, что он прав. Он действительно уделял жене внимание. Каждый день спрашивал, как прошел ее день, что нового у Пашеньки, хватает ли денег на продукты. Так что пожаловаться, что муж с Ксюшей не разговаривает, она не могла. И тем не менее, несмотря на то, что Вадим был отличным мужем и отцом, Ксюше было очень тяжело. «Ты с жиру бесишься», говорили ей знакомые. Ксюша соглашалась, признавала свою вину, но с каждым днем становилась все более подавленной. При всем этом она чувствовала себя удобной женой. Хоть ей и всего хватает, и любви, и заботы, но ощущение себя запертой, как птица в клетке, не уходило. «Тебе надо развеяться. Куда ты сходить?» говорила мама. «Хочешь, я с Пашей посижу». Но Ксюша испуганно отказывалась. Вадим ей запретил. Разве она может его ослушаться? Но любому терпению приходит конец. Как-то раз Вадим уехал в командировку, а Ксюшу пригласили на встречу выпускников. Она сначала наотрез отказалась, но ее начали уговаривать. В этом году был двойной юбилей. Десять лет выпуска и сорок лет в школе. «Сходи, доченька, совсем на себя не похоже. Бродишь, как привидение. Обязательно сходи. А Паше скажем, что я его забираю, потому что тебе надо уборку сделать к возвращению Вадима. Так что никто ничего не узнает». Искушение было велико. И Ксюша не смогла устоять. В этот вечер она впервые за несколько лет хохотала от души. Болтала с бывшими одноклассниками. Было так интересно узнать, как у кого сложилась жизнь. Двум своим школьным подругам рассказала о себе. И их мнения разделились. Одна говорила, что нельзя так жить, а другая сказала, что она была бы рада такой жизни. А потом были танцы. Как давно она не танцевала. Вадим не ходил на корпоративы, хоть Ксюша и много раз говорила, что им хорошо бы выбраться из дома. А тут она смогла потанцевать. Медленный танец танцевала с Лёшкой, которая ухлёстывала за ней в одиннадцатом классе и чувствовала себя абсолютно счастливой. Вадим вернулся на следующий день, злой и уставший, поэтому даже не заметил состояние жены. А Ксюша испытывала смешанные чувства, восторг от того, что отлично провела вчерашний вечер, и чувство вины, что нарушила запрет мужа. Она как раз накрывала на стол, когда на её телефон пришло сообщение от Лёшки. «Ксюша, как здорово, что тебе вчера удалось вырваться. Вечер был просто замечательный». К сожалению и даже к ужасу Ксюши телефон она оставила в комнате и первым сообщение прочитал Вадим. Она плакала, просила прощения, умоляла и даже предлагала позвонить её подругам, которые были на празднике, и подтвердили бы, что она была там и ушла в девять вечера одна. Но всё было напрасно. Вадим её не простил, обвинил её не только в том, что она нарушила его запрет, но и он был уверен, что Ксюша ему изменила. Ксюша с Пашей вернулись к родителям, но она до сих пор не верила, что всё кончено и продолжала умолять Вадима простить её. Но он был непреклонен своём решении. Более того, Вадим потребовал сдать ДНК-тест, чтобы подтвердить своё отсутствие. Сломленная Ксюша согласилась, надеясь, что это даст шанс сохранить семью. Но Вадиму нужна была лишь эта информация. Он подал на развод, как и говорил. «В общем, так», — сказал он, получив результат и вызвав Ксюшу на беседу. «На алименты ты, конечно, имеешь право подать, но это абсолютно не значит, что я буду их платить. Поверь, у меня много знакомых, готовых помочь мне, чтобы ты получала копейки. Нет, я не отказываюсь от сына, но я не хочу, чтобы мои деньги тратились на твои хотелки, новые сумочки, туфельки. Сделаем так. Я подожду, пока Паша подрастет. Ну, допустим, лет до 12, а лучше до 15. И если тогда он будет меня любить, считать хорошим отцом и ничего не требовать, кроме общения, тогда я начну ему помогать. Ему, понимаешь? Лично ему. А вот если за это время ты его настроишь против меня, тогда извини, я снимаю с тебя все финансовые обязательства. Так что выбор за тобой. Ксюша промолчала, но с того момента она поняла, что все не будет прежним. Как он себе это представляет? Что ребенок, не видя отца и даже помощи от него, будет продолжать его помнить, а еще и любить? Она вернулась на работу. Ей были рады, так как за это время сменили много специалистов на ее должности. Денег ей хватало, родители тоже помогали и еще тем, что сидели с внуком, когда он болел. Родители видели, как преобразилась их дочь. Она стала чаще улыбаться и радоваться всему, даже мелочам, которые происходили вокруг. Паша тоже радовал маму, то одуванчик по дороге из садика сорвет и подарит, то грамоту принесет за отличное чтение стиха, выученного с бабушкой. Прошло семь лет. На улице стояла отличная весенняя погода, в воздухе разносился запах сирени, по аллее шла пара со сдвоенной коляской, в которой мило огукали голубоглазые девчушки, а вокруг них нарезали круги два осорных мальчугана лет десяти и пяти. Это была та самая Ксюша и ее супруг Алексей, ухлестывающий за ней в одиннадцатом классе. Оказывается, он был влюблен в нее все те годы, что они не виделись, но брак Ксюши не позволял ему делать решительные шаги. Та встреча выпускников возродила чувства, а последовавший разлад браки Ксении их только укрепил. Теперь Ксюша была сама собой, той веселой влюбленной девчонкой, какой она всегда и являлась. Леша никогда не запрещал ничего жене, а в их союзе все решалось на общем совете. И Пашку он принял как своего, да и мальчик тоже очень полюбил мужчину. А что Вадим? Он, как и обещал, пропал из их жизни, не интересовался и не помогал. Общие знакомые поговаривают, что он уехал из города, обзавелся новой семьей, где продолжает держать супругу в рамках, установленных им самим. Роль удобной жены перешла к другой, а Ксюша теперь была самой счастливой женой и мамой на свете. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До свидания. Редактор субтитров